Григорий Данилевский Призраки «В начале шестидесятых годов, — сказала одна из наших собеседниц, — в Петербурге умерла старушка, моя родственница, тяжело хворавшая уже несколько времени. Сестра моей родственницы, жившая на другом конце города и уже два дня не видавшая ее, вспомнила о ней в ту минуту, когда ложилась спать. Решив наутро навестить больную сестру, она потушила свечу и уж начала засыпать, вдруг видит при свете теплившейся лампады, что из-за шимы, стоявшей перед ее кроватью, выглядывает голова ее сестры. Эту голову, это лицо сестры моя родственница увидела совершенно отчетливо и тотчас ее окликнула, удивляясь ее столь позднему при нездоровье и посещении. Ответа, однако, не последовало, и голова, высунувшаяся за ширму, через несколько секунд исчезла. Впечатление от таинственного заезда больной сестры, она старалась себе объяснить этот случай сном, предполагая, что сестра ее пригрезлилась под влиянием беспокойной предсонной думы о ней. Она не разбудила никого, сном легла в постель и спокойно проспала остальную часть ночи. Но каково же было ее удивление, когда рано утром ее разбудили роковым известием, что сестра ее умерла в ту ночь и, как оказалось, в тот самый час, когда она видела ее лицо, выглянувшее из-за ширмы. Другой случай был в Тифлисии, тоже с вашей покорной слугой. Я тогда была девочкой лет шести-семи. Приехала я в Тифлис с матерью, старшей сестрой, слугой и горничной. Мы остановились на втором этаже тамошней известной гостиницы, нам отвели несколько комнат с балконом на улицу. В первую же ночь, проведенную нами на кое-как устроенных постелях среди раскрытых чемоданов в сундуков, случилось событие, сильно напугавшее меня. Я спала на одной кровати с сестрой, девушкой лет семнадцати. Помнишь, что меня разбудил сдержанный, но тревожный разговор горничной с сестрой? — Ах, барышня! Не могу глаз сомкнуть, — говорила горничная. На балконе ходит что-то страшное, рогатое. Еще с вечера нижние жильцы уверяли, что оно ночью непременно заглядывает в окно. — Да где ж оно, где? — шептала в ужасе сестра. — Постойте, слышите, топчется по балкону ногами, слышите, вот опять шаги, подходит. — Да откуда же подходит? — Балкон высоко над землей. — Ай! — скрикнула моя сестра, упав на подушку. — Рога! Рога! Как я не была мала и трусливая, подняла голову из-за дрожавшей сестры, взглянула и обмерла. С надворья в бледных сумерках ясно обозначилось нечто косматое, с рогами, приникшее к окну, и будто смотревшее, что делается в комнате. Я так же упала носом в подушку, и ну, плакать. Проснулась матушка, разбудила лакея. Едва нашли ключ, отдали его лакею, и тот из соседней комнаты, имевший также выход на балкон, отпер стеклянную дверь, вышел наружу, осмотрел балкон. Там ничего не было. Но мы, то есть я с сестрой и горничной, отлично видели привидения, косматое, страшное и с рогами. Ночь провели без сна. Наутро давай соображать, что бы это было. Слуга ходил к хозяевам, к нижним жильцам, которые перед нами стояли наверху в наших комнатах и перешли вниз из того же привидения. Он расспрашивал их, но ничего не добился. Хозяева уверяли, что это пустяки, и что нам так показалось. Других свободных комнат не было, и мы поневоле остались в тех же, но приняли меры предосторожности. Ключ от балконной двери матушка положила себе под подушку, чтобы меть его всегда наготове. Осмотрели тщательно балкон, висевший над улицею. Оказалось, что к нему даже не подходила водосточная труба. Осмотрели все смежные двери, окна, комнаты и легли спать. Слуга заперся от коридора гостиницы. Мы заперлись от комнаты, где спал слуга. Горничная взлезла на высокую лежанку за печью, обставилась еще стульями. Поговорив немного, мы погасили свечи и уснули. И опять слышим топот. Я очнулась первая, взглянула в направление окон и взвизгнула не своим голосом. Все вскочили, дрожим от ужаса, по балкону снова ходят чудища, длинные, как на рисунках о страшном суде, загнутые над мохнатым лбом бесовские рога, шевелятся за окном, и два глаза пристально смотрят сквозь стекло в комнату. Слуга также проснулся. — Барыня, ключ! Скорее, ключ! — шептал он за дверью. Мы подали ему ключ. Он изловчился. Быстро отпер дверь с балкона на крышу дома, бывшую над ним невысоко спрыгнуло что-то мохнатое, легкое, как ветер. Утром слуга добился в чем дело. Оказалось, что этот страшный тифлистский призрак был козел. Он являлся соседнего двора, сеновал которого был на склоне горы, как раз в уровень с крышей гостиницы. Покушав сено, козел имел обычай вскакивать в слуховое окно сеновала и странствовать по окрестным крышам и балконам. Перед тем в наших комнатах, до нас и нижних жильцов, долго жил какой-то одинокий постоялец. Он имел обычай пить по ночам чай у окна, и, заметив спрыгнувшего с крыши на балкон козла, давал ему сухарей и молока. Козел привык к нему и каждую ночь получал свою порцию. А когда этот жилец уехал, козел, продолжая свои посещения, сперва напугал и заставил втихомолку спуститься вниз жильцов, занимавших наши комнаты, а потом напугал и нас. В Николаеве стояли в небольшом одноэтажном домике два офицера. Сидели они вечером однажды у окна, была зима, светил полный месяц, беседы приятелей смолкло, они задумались, куря папиросы. Вдруг слышат, на дворе кто-то стукнул в наружную раму. Раз, другой, третий. Переглянулись они, ждут. Минуту три спустя опять незримая рука постучала в окно. Один из них выбежал на крыльцо, обошел угол дома, никого нет. Дом был на краю города и выходил на обширной, ярко освещенной луной пустырь. Подтолковали приятели и решили, что это им так показалось, и что дрожало от движения воздуха стекло старой двойной рамы, и ночь была тихая, без малейшего ветра. На вторую ночь повторилась та же история. На третью снова это вывело офицера в степенье. Осмотрев днем окрестные дворы, овраги и площадь, они решились выследить, что это за чудо. Ночью один сел с папиросу у ее окна, другой, одевшись в шубу, спрятался в тени у соседнего забора. Долго сидел он. Последний не помнил. Только пять раз сдался стук и явственное дребезжание наружной оконной рамы. Стороживший под забором офицер бросился к дому. Из-под оконного притолока выскочила какая-то тень. Ночь на этот раз была несколько мглистая. Месяц, то и дело, прятался в налетевшие облака. Тень кинулась бежать по площади. Офицер за ней и далее, и далее, вот-вот настигает. Добежали они до какого-то оврага. У оврага стоит запряженный в сане конь. Тень бросилась в сане. Офицер за ее полу и тоже в сане. Лошадь помчалась. — Зачем ты нас пугал? — спрашивает офицер. Тень молчит. — Говори, говори, — пристал офицер. Тебя незнакомого. Я стараюсь вырвать у него возжи. Но сани нечаянно или благодаря вознице раскатились. И офицер вывалился среди пустынного, занесенного снегом сгорье. Он едва нашел дорогу и возвратился домой к утру, с трудом выбравшись из оврага, куда его завезла незнакомая, ускользнувшая от него тень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok